Недооцененный гений Одно из самых ранних детских воспоминаний изобретателя Жака Фреско это наказание отцом за то, что для своих научных экспериментов он собирал садовых ужей, которых хранил прямо в ванной. Однако спустя годы эти наблюдения за змеями в раннем детстве привели к тому, что Фреско смог спроектировать революционный эскалатор. Семья Жака надеялась угомонить его, отдав на работу к дяде, который, веря в то, что нужно начинать с самых основ, полгода заставлял парня просто подметать в магазин. После этого он в шутку упомянул о том, что следующей работой Фреско будет покраска Бруклинского моста. Молодой Фреско вышел через черный ход и пропал на два месяца. Только после этого его семья смирилась с тем, что юный Жак вырастет непоседой и предоставила его самому себе. Школьные учителя Жака тоже начинали это понимать. Будучи только лишь в восьмом классе, он опережал своих одноклассников, а иногда и преподавателей, как минимум, на 20 лет. Пока другие школьники все еще решали простые арифметические задачи, Фреско уже баловался высшей математикой. В то время как другие мальчишки в основном интересовались игрой в бейсбол, Фреско пугал свою семью взрывами из набора для химических опытов. Бывало, что он неделями не появлялся в школе, и эту проблему не мог решить даже инспектор по прогулам. При каждом посещении школьного надзирателя Фреско просил его посмотреть на свои миниатюрные модели самолетов, которые он мастерил, прогуливая школу. В их числе были усовершенствованная модель авианосца с механизмом, напоминающим колесо обозрения для подачи самолетов. Также уменьшенная копия самолета «Спирит оф Сент-Луис» и «Торпедоносец». Он также спроектировал китовидный линкор передовой конструкции. Вместо того, чтобы давать Фреско домашнее задание, школьный надзиратель обычно приводил его на авиашоу, на одном из которых им удалось воочию увидеть дирижабль граф Цепелин. После этого инспектор снова исчезал на пару месяцев, оставляя Фреско его научным мечтам. Затем Жак начал экспериментировать с флуоресценцией и статическим электричеством. В 16 лет он пытался доказать, что высокочастотные волны напрямую связаны с флуоресценцией. Он установил громкую полицейскую сирену и направил ее звук на несколько кристаллов. Из-за постоянных жалоб соседей он так и не смог доказать свою точку зрения. Да и очередные наказания от отца не заставили себя ждать. Однако сегодня ученые знают, что высокочастотные волны действительно активируют флуоресценцию. При всем своем творческом подходе Фреско не удавалось найти работу, которая смогла бы прокормить его в Нью-Йорке. Какое-то время он работал на кукольной фабрике, но виды тысяч расчлененных кукол заставляли его сильно нервничать. Жак переехал во Флориду, где выполнял сезонные работы и все свободное время проводил за учебой. Он изучал передовые автомобильные разработки Алексея Сахновского и с жадностью читал труды Чарльза Форта. Этих книг было достаточно, чтобы поразить любое воображение. В них были описаны необычные, но правдивые факты, такие как истории о дождях из рыб или о песке красного и синего цветов. Жак углубился в изучение семантики, высшей математики, химии, литературы и физики. В это время он зарабатывал себе на жизнь, отлавливая ядовитых змей и продавая их циркам по 25 центов за фут или примерно 50 центов за килограмм. В качестве эксперимента он зажарил одну из змей и съел ее. Фреско говорит, что хвост аллигатора все-таки предпочтительнее. По вкусу он напоминает свинину. Жизненные поиски Жака привели его в Лос-Анджелес, но его талант снова бездействовал, до тех пор, пока не разразилась Вторая мировая война. Сперва он просто таскал мусорные баки, как простой рядовой. Но даже такой образ жизни не мешал ему продолжать мечтать и конструировать. Теперь его мечты воплотились в виде проекта самолета необычной конструкции. Между тем, он был одним из самых невоенных солдат, которых когда-либо видела армия. Он носил свои капральские полоски вверх тормашками. Его ботинки почему-то всегда расшнуровывались, а галстук всегда был надет неправильно. Решив, что он сумасшедший, начальник отправил его к психиатру. После разговора по душам психиатр понял, что с Фреско все в порядке. Просто его таланты были неправильно использованы. По поручительству доктора Фреско был переведен в конструкторские лаборатории на военной базе Райтфилд. В жизни Жака сразу же произошли заметные перемены. Мусорные баки остались позади, и Фреско стал веселым, оживленным, аккуратным и уверенным в себе. Он стал уделять больше внимания военному уставу. Из его плодовитых чертежных досок выливались проект за проектом, что поразило даже местных военных экспертов. Задолго до того, как все это появилось в стандартных проектах ведущих авиационных заводов, Фреско предвидел такие разработки, как самолет типа «Летающее крыло». соосные несущие винты, кручение, законцовки крыльев, и самолеты с толкающими воздушными винтами. Он также изобрел крыло с изменяемой толщиной, патент на которое он передал дяде Сэму, правительству США. Он выдавал по 40 концептуальных зарисовок в день и не стал сбавлять обороты, когда пошел работать на один из крупнейших авиазаводов западного побережья США. Однако здесь произошла неприятная ситуация. Жак Фреско оказался в ловушке служебной иерархии. Несмотря на то, что его передовые идеи были очень многообещающими, старшие инженеры не собирались отказываться от своих зарплат, поэтому идеям Фреско пришлось подождать. Это сильно расстраивало Жака, потому что часто, еще до того, как модель была закончена на бумаге, он уже мог предвидеть ее недостатки в безопасности. Он всегда сообщал о них инженерам, но никто его не слушал. И даже если кто-то слушал, они не принимали его советы. В двух случаях его предсказания сбылись. Самолеты, о которых он говорил, как о небезопасных, терпели крушение, унеся с собой несколько человеческих жизней. Об одной из этих предсказанных катастроф Фреско был взволнован настолько сильно, что даже нарисовал цветные картинки ожидаемого крушения и прикрепил их к доске объявлений в холле. В итоге Жак принял единственно верное решение. Он ушел с этой работы. По пути на Гавайи он прочитал в газете о той самой аварии, которую предсказывал перед увольнением. С Гавайев он отправился на Таити с целью отдохнуть. Но нутро Жака не позволяло ему отдыхать и бездействовать. Даже греясь на солнце Таити, он рисовал на песке планы передовых моделей. Вскоре это место наскучило ему, и он поспешил обратно в Калифорнию. К этому времени Фреско углубленно заинтересовался электроникой и разработал бесчисленное количество устройств от сложного медицинского оборудования до звуковой раковины, которая мыла посуду, перемешивая мыльную воду при помощи звука. Он также разработал бытовые устройства, такие как пылесос, который автоматически запускается под полом и всасывает пыль через крошечные отверстия. Ультрафиолетовую лампу для детских комнат, способной не только давать свет, но и убивать микробов. Поскольку Жак был на мели, он продавал все права на свои изобретения почти так же быстро, как и разрабатывал. Его эксперименты со статическим электричеством привели к созданию электронной трубки, которую, по его мнению, можно было использовать для лечения парализованных конечностей. Он предположил, что точно так же, как его оцинкованная резиновая расческа будет отклонять поток воды из крана, так и электричество в его трубке будет отклонять поток крови через парализованную часть в любом желаемом направлении, тем самым улучшая кровообращение и в конечном итоге вызывая излечение. После этого он продолжил эксперименты со статическим электричеством и живыми тканями. Воздействуя статическим электричеством на пластырь пенициллина, он смог заставить его расти в самых разных формах, от звезд до горошка. Его логичный вывод состоял в том, что и рост раковой ткани, вероятно, можно контролировать и направлять точно таким же образом, а это может быть очень полезно в работе хирургов. Единственное, что прискорбно в исследованиях Фреско, так это то, что он не имел формального диплома о медицинском образовании, поэтому чопорные медики стеснялись одобрить его исследование. Тем не менее, многие из них, как и многие практикующие ученые из других научных дисциплин, приходили в гости к Жаку Фреско за практическими советами или решением какой-либо проблемы, которые Фреско всегда мог найти и без формального образования. Из статьи «Недооцененный гений» Март 1950 года Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»